По крайней мере, истина то, что человек не властен даже над своей волей. Четвертый, я не знаю, когда именно выйдет, потому что дата каждого видео уже назначена. Кстати, весь лист будущих видео выложен в моем телеграм-канале. А мы пока начнем. 2019 год. Начался с прорывной работы, которая даже спустя год смотрелась хорошо. Я вступил в команду под названием TCT, и это по сути единственный коллаб, в который меня приняли. Как всегда, я потратил на парт где-то 2 дня, что в итоге привело к очень многим багам в парте. Где-то в граунде были дырки, где-то слоупы тебя убивали, короче говоря, тихий ужас. Тогда на меня полилось много критики в самой команде. Уточню, что именно критики, не хейта. Но эго у меня тогда было очень высокое, поэтому я считал, что лишь я прав, и ничего переделывать не буду. Советы к этому парту будут такие. Не рашьте. Лучше потратьте немного больше дней на полировку парта, чем получить баганное нечто. Codependence – первый мой парт, который набрал относительно хорошие просмотры. Тогда для меня это было лишь невероятное количество, что и сильно вдохновило меня делать парты дальше. Кстати, чуть раньше, чем я выложил этот ворк, я вступил в черри. И мы выложили вот этот видос. Присматриваю, и аж ностальгия берет. А вот и видос, где я запечатлел свой уровень в дейлике. Тогда для меня это было невероятное достижение. Хотя сейчас я думаю над тем, что это было совсем не заслужено. Особенно по части ГП. Где я не удосужился ни пофиксить баги, ни кое-как забалансировать уровень. 16 февраля 2019 года. Первая версия Мемриса. Забавно, что спустя 4 года он так и не готов. Я просто никогда не доволен качеством уровня. Что в итоге и привело к миллионам переделкам. Сейчас хостингом ГП к этому уровню занимается Хару. Если кто его знает, то напишите ему в ЛС, чтобы он что-то наконец сделал. Как-нибудь в будущем сделаю отдельный видос к этому уровню. Первая версия Раттлстейка. ГП, который я попросил у вампура и начал декорить. В итоге все, что вы видите на экране, было переделано. Когда точно вышел этот уровень, я не помню. Но фичер он получил и этого достаточно. Так как это типичный глоу уровень, то фейма он не заслужил. Да, я и не надеялся особо. Парт в Abyssal Extinction. После первой и второй попытки сделать этот парт, я решил переделать его еще раз. В итоге получилась первая тематическая солянка стилей. Так как до этого по сути я строил один глоу стиль, то для меня это было очень даже хорошо. Парт сильно устарел и в итоге его заменили. Вполне заслуженно. Так как сейчас я вижу, что этот парт был очень посредственным. И почти каждый арт-креатор сейчас сделает намного лучше, чем это. Совет вам такой же, как и всегда. Экспериментируйте с вашими работами. Выходите из зоны комфорта. И тогда вы будете улучшать свой скил. А не сидеть на месте. По этому поводу будет отдельный видос в будущем. Потому что в дебри креаторства на ютубе захожу только я. Так что кто, если не я, обучит и покажет вам все. Парт в мизантропе. Не знаю, помнит ли вообще кто-то из вас этот коллаб. Парт закончил за день. Понятия не имею, заменили меня или нет. На сервер я не заходил уже года два. Та, если и предложат переделывать, я не собираюсь это делать. Потому что уверен в том, что коллаб никогда не выйдет. Та и хайп его давно прошел. В общий доступ я не выкладывал видео. Все это время оно лежало себе спокойно с доступом по ссылке. И только пару-тройку человек увидели этот парт. Первый прогресс в Void Wave. Бьюсь об заклад, никто из вас не видел это видео. В итоге вместо этого парта я взял другой. И построил такое же говно. Ненавижу свою часть в Void Wave настолько посредственно, что уж плакать хочется. То, что вы только что увидели, было сонником, которое так и не вышло. Перешел на компьютер и больше начал отдавать сил на эффекты. Возможно, лучше бы было дальше. Развиваться в более яком стиле. Но имеем, что имеем. Субтитры сделал DimaTorzok Вообще забыл о существовании этого наброска. Если честно, то сейчас мне хочется сделать ремейк этого шедевра. Если вы и сами хотите посмотреть, что в итоге выйдет, то можете написать в комментариях или же в телеграм-канале. Посмотрю, что в итоге мне удастся сделать. Тогда я считал, что это шедевр и запомнится на долгие годы. Но пересматривая сейчас, я удивляюсь, каким же я был наивным. Limitless Мой самый популярный уровень и самый незаслуженный эпик. Отвратительная работа. Тогда я еще не отошел от стилистики TCT, взял уровень за неделю и выложил. То же самое, что и эйфория. Соло ради соло. На тот момент единственный сольник экстрим с оценкой эпик. Очень быстро вылетел из топа 150 и был успешно забыт всем комьюнити. А вот и вышел Rattlestank. В итоге я также получил фичер. Первая часть довольно стилевая. А вот вторая половина уже сильно зарашена. Почти во всех моих партах, включая Шенигами, Космос и так далее, прослеживается одна самая главная проблема. Я выдерживаю половину, а потом начинаю рашить. В Атерфоли я пытаюсь эту ошибку искоренить. Потому что она преследует меня с 2018 года. И пора бы ее уже убрать. Steel Step. Коллаб от Alcala. Самый сильный буст в скиле за 2 года. После этого началась уже совсем другая эра. О которой мы уже поговорим в следующей части. Я много работ пропустил, некоторые потому что никак на меня не повлияли, а некоторые потому что я имел 5-секундный декор в этом видео. Я постараюсь выпускать видосы каждый день и проводить периодические стримы. Все планы также в моем телеграм-канале. А с вами был Конси и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok